Привет, с вами Дизер, перед нами Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime, в моем случае, если вы смотрели предыдущие видео, то вы в курсе, что я вкорячил сюда CyanogenMod 13, и все в комментариях, давай сразу вопить, это не официал, Cyanogen прекратит поддержку и так далее и тому подобное, но это все херня, я вам скажу так, потому что здесь стоит именно официальный ром от самой компании команды CyanogenMod, поэтому здесь и прилетают обновления по Wi-Fi и все такое прочее, и я уже пользуюсь им практически 4 дня, и очень доволен, но давайте вам подробно расскажу о том, как поставить CyanogenMod на ваш Redmi Note 3 Pro, именно на процессоре от Qualcomm и может быть даже именно версия Prime на 32 гигабайта, поэтому не будем долго трепаться вокруг да около, поехали. Но сначала давайте расскажу о впечатлениях от использования CyanogenMod 13 после MIUI, конечно, это небо и земля на самом деле, потому что здесь у меня и камера в 4К сама начала писать, и все уведомления без подробной настройки каждого приложения приходят, в общем сплошные плюсы. Кстати, батареечка тоже на Android 6 поживает гораздо лучше. Что хочу заметить, то что на форумах и в прочих таких местах общения разных дрочеров, которые постоянно прошивают свой телефон каждый день, много людей пишут то, что у них не работает светодиод на уведомлениях, у кого-то не работают камеры, у кого-то то-то, у кого-то третий, десятый. У меня, в общем, все работает, я не знаю, что они там с этими телефонами своими делали, но я вам расскажу так, как прошивал и я свой телефон, поэтому если вы сделаете все ровно то же самое, у вас не должно будет быть никаких проблем, описанных на форуме у различных чуваков. Погнали. Ну что ж, приступим. Основа, чем я, собственно, пользовался, это веткой на форуме FOB PDE, которая называется Xiaomi Redmi Note 3 Pro кастомной прошивки. Чем я здесь пользовался как основой, это вот первая самая инструкция, первая установка кастомной прошивки любой. То есть здесь вкратце описано, что нам нужно сделать, разблокировать загрузчик, скачать, скопировать файл с прошивкой и Google картами на SD-карту, если карты нет, то во внутреннюю память телефона. Собственно, я сразу копировал во внутреннюю память. Честь fastboot прошить TWRP+, непонятно, чем плюс, когда он просто без плюса называется. Загрузиться в recovery, сделать полный бэкап, я этого тоже не делал, сделать в IPDAL, кэш и дата, прошить архив с прошивкой, прошить архив с Google приложениями и перезагрузиться. Я для вас, друзья, написал свою собственную инструкцию и в этот раз я давайте прям пройдусь по ней и расскажу, что нужно сделать. Значит, нужна, во-первых, только 64-битная винда, потому что на 32-битных Windows плохо очень работает программа прошивалки и проблемы с драйверами. Поэтому, если нет 64-битной винды, то идите к другу и ставьте у него. Значит, нам надо будет установить Mi Setup, Mi PC Suite для установки самих драйверов. То есть, по сути, сама программа нам не нужна. Установить Mi Flash, это для прошивки телефона. Скачать на официальном сайте Xiaomi MIUI 8 Global Beta, это обязательно. То есть, это именно моя инструкция, именно так я и делал. То есть, я поставил MIUI 8 Global и дальше уже делал все как надо. Сделать резервную копию в облако или архивом, если надо вообще. Но я этого вообще не делал, поэтому это на ваше усмотрение. Идем по ссылке yen.miuicon.unlook и здесь через свой аккаунт подаем заявку на разблокировки загрузчика. Это мы делаем для того, чтобы мы могли поставить кастом на прошивку, потому что изначально сам он блокирует загрузчик и не дает установить стороннюю прошивку. Я, значит, указал в причине, то есть там все будет на английском, reason, это, по-моему, причина. И там я указал, что для установки MIUI 8 Global Beta. Буквально через три дня мне прилетела смска о том, что вам разрешено разблокировать загрузчиком. Я запустил Mi Flash и установил на смартфон MIUI 8 Global Beta. То есть я ничего сразу не разблокировал. Я сначала поставил MIUI Global Beta. Почему? Потому что когда стояла MIUI 7.5 Global, то есть официальный релиз, у меня при разблокировке загрузчика в MI Flash Unlock появлялась на 50% ошибка, что аккаунт, в который я вошел на смартфоне, то есть как iCloud, не совпадает с аккаунтом, который зарегистрирован в компании Xiaomi на их сайте, на их серверах. Не знаю почему, но на MIUI 8 Global Beta все сразу пошло нормально. Именно поэтому мы ставим ее. После установки быстрой настойки переводим телефон в Fast Boot и выключаем. Зажимаем кнопку громкости минус и кнопку включения. Ждем до появления зайца-механика. То есть на экране должен появиться логотипчик зайца, который чинит Android. Подключаем к компьютеру и запускаем MI Flash Unlock, как показано в видео. Давайте я вам покажу, что я имею в виду, когда говорю, что надо запускать MI Flash Unlock. Запускаем MI Flash Unlock, подтверждаем. Здесь он нам просит ввести свои данные в учетные записи. Напоминаю, это мы делаем уже после того, как разлокировали загрузчик, потому что иначе ваш аккаунт не пройдет проверку и вам скажут, что типа сначала подайте заявку на сайте. Сейчас он зайдет, он проверяет все. И пишется краткая инструкция, выключите ваш телефон, нажмите кнопку вниз громкости и кнопку включения, чтобы войти в Boat Loader, то есть когда появится Заяц. Внимание, после разбокировки вашего девайса вы потеряете немножко безопасности, Fingerprint Recoordination, то есть и так далее. Все это, короче, чушь, не обращаем внимания. Подключаем наш смартфон в режиме Заяца, который чинит Android, и нажимаем Unlock после того, как поставили MIUI 8 Global Beta. У нас пройдет до 100%, здесь должны будут гореть 3 зеленые или 4 зеленые, или 5 зеленых галочек, я уже не помню сколько, короче, все должно быть зеленое. Значит, загрузчик разблокирован. Перезагружаемся в обычный режим. После того, как мы разблокировали загрузчик, мы должны с вами прошить recovery раздел, а именно поставить TWRP туда, через тот же Fast Boot, то есть опять же зажимаем кнопку громкости вниз, и кнопку включения до зеленого зайца. И запускаем файлик из архива BAT, то есть там установлено, я закинул специально последнюю версию TWRP, и он начинает прошивать, то есть там запускается интерактивное окно, вы нажимаете кнопки, чтобы прошить на постоянную основу. Как войти в, собственно, сам режим TWRP? Здесь у меня есть пунктик, сейчас я вам покажу. Значит, как войти в recovery режим, то бишь в TWRP, который мы только что поставили на свой смартфон. О, это мое щучило. Зажимаем кнопку громкости вверх и кнопку включения до появления логотипа Mi. Дальше мы отпускаем кнопку включения, оставляем кнопку громкости вверх нажатой. Team Win recovery тот-то, тот-то, самая последняя версия. Все, мы зашли в этот режим, и у нас спрашивают, типа, оставить систему для чтения и так далее. И мы нажимаем, типа, разрешить модификации. Там было, кстати, разрешить язык поставить. Давайте посмотрим. Русский, set language. Так, вот. После того, как вошли в режим recovery TWRP, подключаем телефон к компьютеру, и прям в корень памяти телефона закидываем архив с прошивкой и Google Apps. Далее делаем резервную копию уже установленной прошивки. Я этого не делал, но, в принципе, все это описано в инструкции. Если вам надо, то поставьте. Делаем вайп Dalvik, раздела кэш, дата. Далее устанавливаем сначала архив с прошивкой. То бишь, в видео я показал, как это устанавливать в предыдущем моменте. И после установки файла с прошивкой сразу же устанавливаем архив GAPS. То есть для чего? Для того, чтобы мы не делали перезагрузку и не было никаких проблем с Play Market и прочими приложениями. После того, как установили этот архив, делаем вайп кэша. Опять же, не знаю, для чего это пишется, но я тоже его делал. Потом перезагружаем телефон и все. Настраиваем и радуемся ценой Genmode 13 на своем Xiaomi Redmi Note 3 Pro или Pro Prime. Вот, поэтому, в принципе, ничего сложного нету. Ну и под конец хотелось бы ответить именно на этот комментарий. Как вообще тебе прошивка за пару дней использования? Есть какие-то недостатки или, наоборот, что-то особенно понравилось? Мне вот завтра приходит такой-то аппарат, хотелось бы такую же прошивку поставить, но он там, в общем, чувак боится и так далее. В общем, особое впечатление эта прошивка принесла мне в том плане, что приходят все уведомления от приложения, работает вход в приложение по сканеру отпечатка пальцев, который, кстати, работает гораздо быстрее, чем на MIUI. Прикольно сделан режим Live Display, то есть это когда он подсвечивает, ну, точнее, подстраивает температуру экрана под соответствующее освещение и время суток. Это, на самом деле, очень прикольно. Под вечер глаза начинают отдыхать от экрана, потому что он не чисто белым светит, а с желтоватым таким оттенком, что, не знаю, кому-то не нравится. Мне, например, очень приглянулось. От батареи живет дольше, потому что я обратил внимание, что в моем активном использовании я играл вчера целый день в самолет, в Sky Force, вот в эту вот игру, где она там, вот в Sky Force в игрушечку, и у меня осталось под вечер еще 45%, я еще и по Skype умудрился поговорить, в то время как на MIUI у меня уже было бы процентов 20%, поэтому даже вот эта вот китайская MIUI хваленая с ихней оптимизацией, и того, что она в фоне там сама операционка отключает работу приложений, которые ты не разрешил в автозапуске, это все чушь. Вся анаген оптимизирован лучше. Радует камера. Здесь стала теперь возможность снимать видео в 4K, то есть обновилось приложение Google Камера, именно, и мы идем в настройки, смотрим, значит, разрешение и качество, у нас UHD 4K, то есть мы можем поставить и Full HD, но 4K, сами понимаете, что это гораздо прикольнее, вот, поэтому можно снимать 4K видео, качество, кстати, идет отменное, я перекидывал на компьютер, смотрел, получается, видео идет с битрейтом 45 тысяч мегабит, то есть думайте, когда ты смотришь Full HD видео с MIUI, снятое на 15 тысяч мегабит, и ты видишь кубики и пожатый звук, то когда ты смотришь 4K видео с таким высоким битрейтом и не пожатым звуком, это, конечно, совсем разные вещи. Звук, кстати, пишется тоже гораздо лучше, но пока есть, знаете, какая проблема, то, что в наушниках появляется какой-то шум, но, например, это жалуется друг своим Samsung Galaxy S7 Edge, ну, я пока по скайпу когда позвонил через обновление, точнее, после первых двух обновлений цианогена, потому что как раз там прилетели обновки на исправление аудиопрофиля, и я заметил то, что в тестовом звонке по скайпу у меня нету никакого шума, то есть меня слышно хорошо, поэтому вполне возможно, что проблема у него, а может быть и у меня, не знаю. Но пока впечатление только положительное, работает все отлично, никаких багов, глюков я пока не замечаю, потому что обновляется прошивка каждый день буквально, поэтому ребятки оперативно работают, фиксят практически все то, что они там сами находят, потому что у меня вот не работал 3G, по предыдущему видео я это рассказал, и через день у меня уже прилетела обнова, где они все это пофиксили, поэтому, ну, блин, я, короче, вообще остался доволен. Ну, а с вами был Дизель, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилась эта инструкция, следите за жизнью в Инстаграме, и читайте меня в Твиттере, там пишу много о последних новостях, что Apple, что Андроида, в общем, обо всем пишу, поэтому давайте и туда тоже присоединяйтесь. Пока.